Друзья, всем привет! С вами Любомир Борода. Давненько у нас не было обзоров, эту ситуацию нужно исправлять. Поэтому сегодня у нас на обзоре вот такой вот зверь от компании Hardride, рюкзак, который называется Хоба-Эль. Хоба это странствующий бродяга, термин этот появился на западе США в конце 19 века. В отличие от бомжей, Хоба это человек, который странствует в поисках работы. Собственно, он не имеет определенного места жительства, но в то же время он не попрошайничает, а такой вот образ жизни бродяги. Соответственно, рюкзак Хоба, почему так называется? Потому что подразумевает в себе то, что ваш дом, весь ваш скарб и все ваше имущество может помещаться сюда. Кстати, если вы почитаете про Хоба, про историю, про эту культуру, вы узнаете о том, что и известные люди тоже были Хоба. Такие, как Джек Лондон, например, такие, как Джордж Оруэлл или, например, CSX Стив, Стиви Морская Болезнь, популярный кантри-исполнитель. Но что сразу хочется обратить внимание, что при таком не совсем маленьком размере, этот рюкзак подогнан под допустимые размеры багажа лоукост-компании. То есть, этот рюкзак вы можете с собой легко брать в самолет, как ручную кладь. И это круг. Сверху мы видим, что у рюкзака есть две ручки. Эти две ручки очень удобны для переноски рюкзака вот в таком вот положении. Такое часто бывает, особенно при погрузке куда-либо, да, при спуске куда-то, когда вам надо куда-то подать ваш рюкзак и не делать это вот таким вот образом. То есть, когда таких ручек нет, их очень не хватает. Давайте откроем рюкзак. Здесь мы видим крышку верхнюю с молнией. Открыв ее, мы попадаем в отделение полноценно, в которое можно класть, например, обувь. Какие-то необходимые вещи, которые должны лежать у вас наверху, чтобы глубоко в рюкзаке не рыться. Здесь есть один большой карман-сеточка. Большой карман-сеточка, куда опять же можно положить всякие необходимые вещи. Мыльно-рыльное, например, или что-нибудь еще нужное. Достаточно объемный. Реально, пару кроссовок, что-то еще, какую-то, может быть, фото-видеотехнику. Она очень круто сюда уляжется. Для того, чтобы попасть сюда, вам не нужно заходить в основное отделение. Почему, я сейчас расскажу дальше. Ну, и, собственно, здесь есть доступ в основное отделение. Это, так сказать, вы открываете дно этого отсека и попадаете в основной отсек. Основное отделение нам предлагает шесть карманов сеток внутри. То есть, вот здесь мы видим два кармана сеточных, вот таких вот, больших. Руку для сравнения ставлю. С этого боку, видите, три кармашка. Каждый из них застегивается на молнию. И с этой стороны еще один длинный карман-сетка. Все же остальное пространство занимает одно большое отделение. Хочу обратить внимание на то, что цветная яркая подкладка очень удобна для того, чтобы найти что-то на дне вашего рюкзака. Очень удобная, эргономичная спина. Не будет вас напрягать. Классно ложится на спину. Очень удобные лямки. На лямках есть молли. Вы можете цеплять все, что вашей душе угодно. Плюс есть система... Система крепления на груди, чтобы лямки ваши... Фиксация лямок на груди, чтобы они никуда не улетали, не спадали. Вот. Если вам эта штука не нужна, вы можете легко ее снять. То есть можете ее переместить ниже, выше, под ваш рост, как вам удобно. Также сразу рассмотрим здесь. Система быстрого сброса присутствует. То есть вы можете два фастекса резко нажать, и рюкзак ваш окажется сзади вас на полу. На дне рюкзака мы можем наблюдать петли для крепления. И также есть еще крепление для поясного ремня. То есть вот здесь есть еще стропа. Вы можете просунуть поясной ремень дополнительно. И таким образом апгрейдить ваш рюкзак. Также для удобства, для компрессии, рюкзак снабжен вот такими вот боковыми компрессионными стяжками. Здесь мы видим на передней панели, опять же, несколько строп моли, для того, чтобы вы могли дополнить чем-то свой рюкзак. На фронтальной панели мы видим хороший, добротный карман, фотодокументы и прочие дела. Он прочный, крепкий, классный. Далее. Есть две вот таких вот удобные ручки. Как я вам уже говорил в начале, вот этот отсек, который независимый, да, в который можно что-то класть. И тут у вас удобный карман. Вы спросите, а как же тогда попадать в основное отделение, если у нас здесь что-то лежит. Вот. Для этого случая есть вот такой вот очень клёвый вход в ваш рюкзак отсюда. То есть как сумка уже получается. Таким образом вы можете расстегнуть рюкзак, попасть в основное отделение, тем самым не трогать отделение вот это вот верхнее, в котором у вас тоже что-то лежит такое для быстрого доступа. Опять же, в это отделение вы тоже, как я уже показал, можете попасть быстро и сразу же попасть в два больших сетчатых кармана, в которых у вас, возможно, тоже что-то самое необходимое. Также удобно попасть сразу в эти сетчатые карманы. Как видите, молнии у них сверху. И даже если здесь будут лежать вещи, вы эти молнии не затеряете и легко сюда зайдёте. Что с этой стороны, что с этой стороны. Очень удобная система. Очень легко работает. Застёгивается на две молнии. Здесь закрепляется на велкро и прижимается таким вот клапаном. По бокам рюкзака вы видите очень вместительные объёмные карманы. Что с одной, что с другой стороны. Также компрессионные стяжки, про которые я уже говорил. Они здесь есть ещё и боковые, есть фронтальные. То есть очень удобно всё получается. И последнее, на что хочу обратить внимание. Это быстрый доступ в ещё одно отделение. Отделение для ноутбука. Оно у нас находится с этой стороны. Собственно, как это работает. Вы сбрасываете лямку с одного плеча. Растягиваете молнию. Достаёте ваш ноутбук. И начинаете работать. А рюкзак у вас остаётся за спиной. Вот так вот он выглядит. Но рюкзак, как видите, на мне пустой. Негромоздкий. Уютный. Удобный. Много в себя всего вмещает. Предусмотрен на все случаи жизни. Расцветки компании Hardride может делать любые. Хоть розовый, малиновый, оранжевый, ярко-салатовый. И какой хотите. С перечнем расцветок компании вы можете ознакомиться. В профилях компании Hardride. И у меня на сайте. Можете, в принципе, написать мне. Я вам всё подробно расскажу. Покажу эти цвета. Изготовление таких рюкзаков занимает примерно 3 рабочих дня в среднем. Главное, чтобы было ваше желание его приобрести. И, соответственно, заплатить за него денежки. Кордура 1000D служит очень долго. Это неубиваемый материал. Сколько вот уже юзаю я продукцию фирмы Hardride. Уже более 4 лет точно. Ничего никогда не порвалось, не убилось. Может быть, где-то чуть-чуть выцвело. Но это со временем. Это куча стирок, солнца, походов и всяких заморочек. То есть очень-очень активное тестирование и использование. И Hardride это такая штука, которая, знаете, вам хочется купить новую не потому, что испортилась старая, а потому, что хочется какой-то другой цвет. Ну, вот просто обновиться. В остальном же никаких нареканий. Подписывайтесь на канал, пишите какие-то комментарии, спрашивайте, узнавайте. До новых встреч. С вами был Любомир Бородан. Всего хорошего.